Протягиваем выпуск. В Житковицком районе ведутся работы по будовнице подъездной дороги до паромной пероправы. Она повинна часовой заменить пошкодженный автомобильный мост Прас-Припять. Паром прибудет сюда с Бинска после вызволения раки от леда. Поколь два береги связывает понтонный мост, а ли его деятельность, узначенные ступени, залежит от природных умов. Житем по обо двух берегах в Припяти потекавился Олег Синтеров. После того, как на конце минулого года Житковицкого района доведались, что автомобильный мост, який связывал районный центр Туровской зоны Пашкоджины, их житё поделилось на «да» и «посля». И справа не только у тем, что житковчан прорцевал на другом береге Раки. Размова шла еще и об обеспечении Турова и новокольных вёсок продуктами харчевания и медикаментами. У залежности от наявности лёдов на раце тут то наводили, то снова разбирали понтонный мост. У минулого турок, по им, снова отновился рух транспорту. Зараз житковичный Туров связывал понтонный мост. Была и самая значная проблема под час эксплуатации лёд. Великая Ильдзина мост может просто снести. У этой хвилины на Припяти означается «крыгоход», але ситуацию приходится контролировать каждую хвилину. Этот губ для работников, которые обслуговывают понтонный мост, стал уже случайным. Постоянно некто из них надзирают за ситуацией на раце и при необходимости багром регулируют потоки. Правда, такое пристасывание допомогает не за всё. Тогда и на допомогу приходится притягивать будавлишую технику, якая ликвидует заторы. По вынеку неоподности на допомогу по перевозке населения на катерах готовые прийти в ртовальнике. Зараз работники районного отдела МНС ведут к круглосуточной мониторной ситуации на реках. Особливая увага у зровню воды. Уровень воды скачет у нас. Каждый день, когда есть морозы, значит он уменьшается. Когда чуть подцепление, уровень воды растёт. На данный момент уровень воды 523 сантиметра в Припяти, при опасном уровне 510. Но никаких подтоплений на данный период не фиксируется, потому что погода, мороз сейчас. Одночасово в Житкинском районе активно будуется подъездная дорога до паромной переправы. Сам паром при Диспинске после того, как в Припять вызволится от лёда, что отречется основного автомобильного моста. Зараз на им протягиваются работы по разборце пошкодженных конструкций. Полностью работные работы с обновлением руху повинны быть завершены в этом году. Сирот тех, кто наибольшь моста ждёт этой подеи, жахары туровской зоны, непосредных города и никаких новокольных вёсок. Ещё, одразу после отречения информации о проблемах с мостом про Сприпять, местовые улады предприняли меры по забеспечению этой территории всем необходимым. От продуктов харчевания до медикаментов у туровской городской больницы створили месячный запас леков. Туровская городская больница обслуживает население численностью 6400 человек. Обычно работы в нас добавляется зимой и весной, потому что в это время проходят профилактические осмотры. Работники наших предприятий. Ну и плюс ещё, наверное, потому что больше вспышка ори. Сгодно с распоряжением областного управления хого здоровья, у периода, когда транспортно-зносины про Сприпять порушались, экстренную допомогу уже храм туровской зоны оказывали лековские медики. А про чатах у некоторых специалистов, яких непосредственно у турови не было, теперь працуют тут вахтовым методом. Приезжают хирург вахтовым методом и приезжают два раза в неделю гинекологи из Мозринской городской больницы и из Лечиц. И запланировано в апреле выезд бригады РМПЦ в составе эндокринолога и терапевта для осмотра пациентов и для оказания дальнейшей помощи. Олег Кентюров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Житковский район.